Вот с этой остановки в Пежме все и началось. Точнее, началось с того, что неравнодушная жительница деревни, Галина, пришла и убрала здесь валяющиеся семечки, привлекла к этому народу, а потом установку решили облагородить, сделать ее уютной. Сейчас это самая красивая остановка в России. Здесь висит ковер, горит свет, смотрите какой абажур трогательный. Есть выключатель, есть фигурки и есть даже зарядки для USB. Есть икевские цветки, еще есть книжка сегодня принесла. Здесь даже есть библиотека своя. Полку Марик делает, не знаю, что так делает. Скоро появится полочка. Галина, как вам пришла в голову эта идея и во что она в конечном счете должна вылиться? Ну, идея ко мне пришла не сразу, мы просто начали прибирать. Потом решили украсить остановку. Растягивали мероприятия по дням, чтобы делать занятость для ребят. Потом взрослые решили нам сделать клумбы, и оно вот все пошло-пошло по накатанной. Мы начали вообще везде собираться. Потом делали набережную, убирали масляник. Ну, и потом я решила, что я здесь, сюда перейду жить. И сейчас я делаю, ну, мы с ребятами инициировали строительство молодежного центра. Мы хотим создать себе место, где мы могли вечером собираться и сделать какую-то программу развития. Ну, я так называю, сельской молодежи. А что должно войти вот в это место? Что там должно быть по замыселу? Это должно быть отдельное теплое помещение. Там должна быть красивая мебель. Мы можем там пить чай, греться, какие-то игры играть, смотреть кино, принимать гостей. У нас уже сейчас приезжает нам гитарист. Весной вот мы хотим его принять. Все там, да, в основном спевке. Ну, это капитальный ремонт, небольшая мебель и немного техники. То есть не надо этого делать много. Вот, и мы еще хотим, ну, я хочу заниматься благоустройством села и построить для ребят спортивную площадку. А что для того, чтобы вот это все претворить в жизни? Ну, сначала, наверное, нужно просто сделать нам молодежный центр. Нам нужны средства и нужна поддержка какая-то информационная. Мы готовы писать гранты, мы их пишем. Я попробую с твоей стороны, мы попробуем с нашим сообществом оказать информационную поддержку. А вот по организационной, там, части, по финансовой, во сколько вы оцениваете эту программу? Ну, мне надо, ну, сейчас надо миллион. У вас прописано там что, на что? Да, да. Хорошо, тогда я дам ваши контакты и пусть обращаются уже напрямую. Да, что я сделаю. Хорошо? Спасибо. Вот. Дело что. Ребята, вообще у вас очень клево, нам очень понравилась ваша деревня. Понравились люди такие инициативные, добрые и не сидят на месте, да. То есть не говорят, что, ой, у нас тут все плохо, а стараются просто сами сделать свой уголок лучше и самым красивым. Все, тогда до встречи, мы еще свяжемся с вами и постараемся к вам приехать еще. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо.